Всем здорова, с вами Олег. Сегодня отвечаем на ваши вопросы. И тема сегодняшнего ролика это плата видеозахвата. Что такое, зачем нужно, как я ее использую, как вы можете ее использовать. Надо брать, не надо брать. В общем, поговорим об этом. В общем, натолкнул меня на это видео один из подписчиков. Он мне задает вопрос по поводу подключения зеркальной камеры к компьютеру для видеозахвата. Он пишет, что посмотрел несколько моих видеороликов, но все равно у него остались вопросы. Итак, давайте начну с того, что я в прошлом году купил плату видеозахвата. Для того, чтобы вести прямые эфиры в ютубчике. У меня два ютуб канала, на обоих я иногда веду прямые эфиры. По сути, я здорово поизвращался. Потому что проще всего вести прямые эфиры просто через встроенную веб-камеру в ноутбук. Либо же можно вести прямые эфиры с помощью отдельной веб-камеры, которую можно купить тысяч за 10-15. И будет худо-бедно приличная картинка. Но я решил, что простой путь не для меня и купил плату видеозахвата. Суть платы видеозахвата заключается в том, что ты покупаешь устройство, которое может принимать сигнал практически с любой внешней камеры по HDMI, либо по другим каким-то каналам. Вот, в этом и суть этого устройства. Дело в том, что если ты просто воткнешь через USB-шник свою зеркалочку, либо видеокамеру, ну и так далее, то есть, скорее всего, у тебя не получится вывести сигнал напрямую в твой прямой эфир. Вот именно для этого нужна плата видеозахвата. Вот, я купил Камлинк 4K, потому что она вот выглядит, как вот такая вот маленькая флешка. И, соответственно, она не занимает много места. Есть более дешевые варианты от Avermedia, но они занимают больше места. Я решил не экономить, купить что-то подороже. Итак, давайте почитаем вопросы. Арман задает целую кучу вопросов. Вот я нашел карту захвата, купить не проблема. Комп Macbook Pro 13 2015 года. Ну, достаточно, по-моему, хороший ноутбук. Должно потянуть плату видеозахвата. Значит, читаем дальше его вопрос. Я не собираюсь сделать новую трансляцию, а буду просто записывать ролики и выкладывать потом на YouTube. Камеру мне нужно подключить к компу, чтобы я мог записывать через FPS и экран, и себя, и когда надо, менять сцены. Я могу, конечно, просто записывать себя и одновременный экран, но это нужно монтировать. Очень сложно для меня. В общем, он хочет просто на лету делать ролики с помощью ОБСки. Иногда записывать рабочее стол, иногда свое лицо. На твоем месте, Арман, я бы, конечно, задумался бы о именно веб-камере. Хорошей веб-камере. И, возможно, подумал бы о хорошем свете. Потому что даже если ты будешь снимать на зеркалку, а свет у тебя плохой, то картинка будет так себе. А если ты заморочишься насчет картинки, насчет микрофонов, то тебе будет достаточно купить приличную веб-камеру. И для прямых эфиров тебе будет этого более чем достаточно. Еще важно, чтобы у тебя был нормальный комп, и важно, чтобы у тебя был нормальный интернет. Иначе у тебя будет картинка сыпаться. Суэт-шоу там, провалы по качеству изображения. Но с этим я сам сталкивался тоже. Иногда ведешь прямой эфир, а у тебя вместо изображения кубики. Хотя ты снимаешь на Panasonic G7, которая субъективно стоит Paltos. Вот, значит. Итак, он задает целую серию вопросов. Можно ли через карту подключить смартфон и использовать камеру смартфона? Если хочешь стримить через смартфон, то может быть проще прям непосредственно снимать прямые эфиры на твой смартфон и сразу же выкладывать в сеть и не заморачиваться с ноутбуком, я не слышал о том, чтобы кто-то мог твой прямой эфир, получается, через карту видеозахвата выводить на компьютер, а оттуда выводить на прямой эфир в YouTube. По-моему, через смартфон проще напрямую. То есть напрямую я и видел, что кто-то делает прямые эфиры. Через плату видеозахвата не знаю. Если смартфон нельзя, то какую модель камеры взять, чтобы не было проблем с ПО на macOS? В принципе, плата видеозахвата может захватывать изображение слепой. Откуда угодно. И проблем никаких не должно возникнуть. Какое вообще ПО нужно, кроме ОБС? ОБС и нужно. То есть я использую ОБС для проведения прямых эфиров. В принципе, никаких других сторонних приложений я не использую. Только ОБС. Я, конечно, изрядно по***лся, чтобы настроить ОБС, когда я вел первый прямой эфир. Если хочешь принимать пожертвования, там нужно будет разобраться, как подключить к, получается, Доначаналерс. Но там ничего сложного, короче, нету, в принципе. Смогу ли я записывать видео 10, 80 или 60 кадров? Насчет 60 кадров не знаю. Мне кажется, ты слишком заморачиваешься. Зачем тебе 60 кадров в секунду, если ты будешь просто свое лицо записывать? По-моему, нет никакого особого смысла в этом. Вот. Но, как я говорил, очень важно, чтобы у тебя был нормальный свет, чтобы у тебя был нормальный интернет, а у тебя будет нормальное изображение на твоем прямом эфире. Если ты с этими моментами накосячишь, то хорошее изображение не получится. И вот он пишет. Я просто занимаюсь веб-дизайном, и изучать еще монтаж это прям долго и не хочется. Монтаж можно изучить за один вечер. Там самое главное научиться нарезать, накладывать фоновую музыку, делать переходы. То есть там особо учиться-то нечему, если уж на то пошло. Видеомонтаж изучаются, я не знаю, там, школьниками на курсах, там, курсах во время каникул, там, за несколько уроков там проходится основа видеомонтажа. И вот такие вот школьники, пятиклассники, вот такие вот маленькие, они спокойно делают видеомонтаж. То есть ты слишком как бы немного себя ограничиваешь. То есть ты можешь вполне записывать свои ролики на камеру, и все, никаких проблем не будет у тебя. То есть если нужен видеомонтаж, учись монтировать, ничего там в этом сложного нет, а ты просто ленишься. Какая у меня карта видеозахвата? Camlink 4K. Camlink 4K, Elgato. Заказал на ebay, что-то обошлось там, то ли в 12 тысяч, то ли в 13, я сейчас, если честно, уже не помню. Стоило подождать аналогичную плату видеозахвата в DNS, она скоро появилась в продаже, как только я сделал заказ на ebay. То, что, может быть, вам выгоднее будет купить это в России, а не заказывать где-то за рубежом. Вот такое было видео. Сегодня мы проверяем, как работает 24-миллиметровый объектив Canon F2.8. В общем, я проверяю, как работает автофокус, проверяю, как размывается задний фон, ну и вообще, как снимает Canon 200D в условиях нормального освещения. То есть, у нас сегодня хороший такой солнечный день, а деревья, они как вот естественный софтбокс сегодня выступают, и они помогают как бы затенить картинку. И, ну, короче, хороший сегодня свет. Ну, вот вы можете видеть, если я вот поближе подойду к камере, то очень даже неплохо размывается задний фон. Не в мясо, конечно, как хотелось бы, да, но худо-бедно размывается. То есть, в принципе, я брал этот объектив, чтобы он немного, немного вот так вот подразмыливал фон, я бы так сказал. А расстояние до камеры, вот я вот сейчас вот нахожусь, ну вот вытянутая рука, и еще остается сантиметров 30, 40, 30, 40. То есть, получается, что мне довольно комфортно попасть вот так вот в кадр, почти что по ребра с одного с чем-то метра. То есть, в принципе, с этим объективом достаточно относительно удобно работать. На Panasonic 14 миллиметров удобнее, конечно. Когда ты можешь ближе подойти к камере, ну, здесь тоже работать можно. Вот такое было видео про карты видеозахвата. Меня покусали комары. Значит, в заключении хочу попросить производителей всякой техники, камер, объективов, микрофонов, дилеров. В общем, буду рад, если вы будете предоставлять эту технику на обзор. Я вам могу обещать более-менее объективное мнение без как бы восхвалений и без принижения качества вашего оборудования. То есть, если кто-то не боится предоставить что-то на обзор, услышать мое достаточно субъективное, непрофессиональное мнение, пожалуйста, присылайте мне все это. Электронный ящик можно найти на сайте garagebiz.ru. Там, в самом низу сайта, есть мои контакты, ссылка на ВКонтакт, ссылка на e-mail. Если есть конкретные предложения, пожалуйста, присылайте. У нас тут собралась небольшая, но очень целевая аудитория любителей фотографов, видеографов. И они с удовольствием купят вашу продукцию, если она будет, конечно, достойного качества. Вот. Жму руку, увидимся на новых видео. До встречи. Пока.